Открытая студия Владислав попал в сборную команду России по каратэке Ксенкай и на первенстве Европы во Франции, которая теперь уже в свете последних событий состоится не раньше, чем осень 2020 года, будет представлять нашу страну. Ну и рядом его наставник Вячеслав Красавин. Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте. Второй Дан, черный пояс. Давайте познакомимся сначала со спортивным парком Атлант. Что это? Что за система? Какое место там занимает секция каратэ? На самом деле спортивный парк Атлант это современный, хорошо оборудованный спортивный объект, который включает в себя футбольные поля, тренажерный зал, фитнес, бассейн, непосредственно зал единоборств, медицинский центр, кабинеты ЛФК и так далее. То есть это, по сути сказать, полнообъемный, полноценный центр, где можно готовить, трудиться, проводить не только тренировочный процесс, но и сборы круглый год. Также там есть большой зал для проведения мероприятий, скажем, небольшого уровня, ну, грубо говоря, до областного масштаба. Там есть и пункт питания. В летние периоды запланированы спортивные лагеря, спортивно-патриотические лагеря, спортивно-оздоровительные сборы, где дети оздоравливаются. Все это находится расположено в экологически чистой зоне, в парке, лес кругом, есть пруд определенный, где... Ну, в общем, красота. Красота, да. Есть место даже для, наверное, и японского парка камней, да, в ближайшее время. Над этим думают руководство, я думаю. Да. Владислав, скажи, пожалуйста, почему ты выбрал именно Кёк Синькай? Потому что, ну, насколько я знаю, последовательному ситуацию Аяма – это люди сильные телом и духом, и там достаточно жестко все. Ну, я просто захотела заниматься сильным спортом. Кто тебя привел в секцию? Ну, я сам просила родителей. И сколько уже занимается? Занимается уже седьмой год. Седьмой год. Да. То есть получается, что ты четырехлетним мальчиком пришел в секцию. Ну, с одной стороны, достаточно рано, с другой стороны, с чистого листа не надо переписывать рефлексы и отношения. Скажите, Вячеслав, а вот с какого возраста сейчас вы принимаете в секцию? Ну, так же делаем набор с четырех лет. Формируем группу изначально спортивно-оздоровительную. Это 4-5 лет возраст. И, соответственно, уже все остальные возраста поэтапно разделяем по методике подготовки. Когда Владислав пришел, на самом деле, да, его желание было, он хотел стать сильным, где-то что-то посмотрел, увидел, как любой мальчишка, да, который посмотрел какой-то фильм интересный, где бьют красиво, непобедимые. Он, соответственно, извил желание, да. Родители привели его. Тогда в Дворце спорта «Восток» было открыто отделение Кио Кусинка, и там начали мы свою деятельность. Соответственно, постепенно из группы в группу он переходил, набирался опыта, набирался уровня своего каратэ. Для него приобрело непосредственно другой вид, потому что изначально он думал, что это одно. Все так думают. Я пришел научиться драться, обычно такая мотивация. Да, первый вопрос, который я задаю всегда своим ученикам, какой цели? Ну, самооборона, чтобы стать сильным и так далее. Потом притапно он понял, что это довольно-таки тяжелый вид, как вы заметили, да, силовой вид, который требует и жесткой дисциплины, и работы над собой. Когда на татами выходишь, ты понимаешь, что только ты, твой противник напротив, и нужно будет показать все, что ты умеешь. Поэтому вот в этот период и изначально с четырех лет он и заложил в себе эти вот качества положительные, которые сейчас дают ему результаты. Я так понимаю, что для Владислава это достижение первое такое высокое, да, попадание в сборную? Да, это первый вот такой, скажем, шаг к заветной его мечте, да. До этого в связи своего возраста он принимал участие в более, скажем, менее таких серьезных соревнованиях. Вот, но вышел на международный уровень, и вот последние его результаты – это победа в двух международных турнирах, которые проходил один в Москве, другой в Минске. Соответственно, после этих результатов он набрал определенное количество баллов по рейтингу и стал лучшим в своей весовой категории по всей России. То есть теперь еще, я так понимаю, все-таки до осени время есть. С одной стороны, я так думаю, что к концу мая, когда должен был пройти чемпионат Европы во Франции, вы выводили своего подопечного на пик формы. Теперь впереди лето. Три месяца. С одной стороны, есть время для того, чтобы что-то еще подтянуть, но с другой стороны, все-таки функционал тоже нужно сохранять. Именно на пик выходить теперь к осени. Как летом тренируются ребята? Потому что понятно, что зал – это холодное время. Есть ли тренировки на открытом воздухе? И в связи с сложившейся ситуацией с коронавирусом, сейчас же ведь Министерство спорта распоряжение выпустило, чтобы более 50 человек, к сожалению, я так понимаю, все мероприятия закрыты. На данный момент мы перестроили свой план подготовки. Сейчас в связи с коронавирусом перешли на дистанционную работу, выполнение по заданиям технической работы, то, что индивидуально можно поработать дома, соответственно, силовая работа. И в летний период мы планируем, как и всегда, заложить базу на весь год, как это и есть, фундамент той подготовки, которая дает результат в течение всего. Это и выносливость, и сила, и скоростные качества, технические наработки и так далее. Это большой объем. Наши дети тренируются в летний период. Как правило, летом у них один месяц каникулы и два месяца плодотворной работы в режиме сборов. По 2-3 тренировки в день. Там по-разному, как бы, циклам разбиваем. Проходят наши сборы не только на территории Подмосковья. Мы выезжаем и на юг, вот Крым у нас был. Даже один раз в Турцию мы ездили, признали участие. Как бы такая познавательная совместно родителей и спортсменов. То есть, ну, как правило, на территории Подмосковья сейчас более эффективная работа, потому что климат раз, то есть меньше адаптации, что для спортсмена немаловажно. Поэтому тем более нет траты времени на адаптации. По расходам намного дешевле получается. Ну и то, что я сказал, основной период – это летний, где закладывается база для того, чтобы наши спортсмены вышли в такой серьезный уровень и дальше показывали себя. Владислав, скажи, пожалуйста, что для тебя самое сложное вот сейчас в том виде спорта, которым ты выбрал заниматься? Потому что знаешь, что ребята – это рвутся на татами выходить, но вот потом? Ну, самое сложное для меня – это когда финальный бой на соревнованиях. Психологически сложно подготовиться к нему? Ну да, сложно. Ну вот на тех международных соревнованиях, на которых ты выступал, что было для тебя важным? Дойти до финала, занять первое место или просто достойно выступить? Ну, во-первых, достойно выступить, а потом уже и до финала доходить, выигрывать. Кто из соперников был для тебя самым сложным? Вспомнишь сейчас? Ну, нет, наверное. Каждый бой как последний? Ну да. Мы настраивались на первый бой, я вот как бы перебью. Первый бой, да, у нас был представитель Чечни, довольно-таки серьезный спортсмен, который уже по рейтингу входил тоже в сборную России и принимал участие в международных турнирах и всегда был в призах. То есть мы, в принципе, делали упор, заранее известна нам была жеребьевка, и мы просмотрели все видео выступления этого спортсмена за последние 2-3 месяца и проанализировали, разобрали, как говорится, пошагово все. Поэтому, когда Влад выходил на первый бой, для него это был как финальный бой, потому что на самом деле спортсмен был сильный. Ну да, стоит. После проигрыша уже закрывал дорогу дальше. После победы над этим соперником, как бы, ну, все пошло по накатанной. То есть он уже просто почувствовал еще больше в себе уверенность, потому что, ну, ситуация была такая, что можно было проиграть в первом бою, и на этом все закончится. То есть вся дальнейшая деятельность, скажем, соревновательная на международном уровне, коту под хвост. С каким счетом выиграл? Он выиграл по первому времени, по решению судей 5-0. Ого! Ну, то есть это приличный результат, насколько я понимаю. Да, как у нас говорят, в одну калитку. Что ж, о том, какой это настоящий мужской характер, и о том, как занимаются и где занимаются Кюксенкай, в частности, разговор идет о спортивном парке «Атлант» Варихова-Зуева. Мы продолжим разговор буквально через секунду. Сам занимался единоборствами. Знаю, что попадание в сборную страны – это не только дополнительная моральная ответственность, но и все-таки изменение графика тренировок, потому что всегда надо быть готовым, выезд на сборы, какие технические семинары. Ну, а потом, кто еще в сборную попал? Есть ли там представители Подмосковья или других регионов? Уже были ли встречи с ними? Я имею в виду просто технические вопросы. Мы сейчас на данный момент, да, уже как бы представители Московской области тоже присутствуют, соответственно, в других весовых категориях. У нас уже проходил первый, скажем, до коронавируса, первый стыковочный, как бы тренировочный сбор, в котором мы в городе Реутово уже, как говорится, обкатывали наших спортсменов уже для достижения другой цели. Но тут все планы нам. Порушил вирус, да? Порушил вирус, не только нам, но и всем. Но мы не отчаиваемся, потому что, как бы, ну, впереди есть перспективы, все это забудется как страшный сон, а надо работать. Поэтому трудимся сейчас на удаленке, грубо говоря, работаем, общаемся с тренировским штабом, который, как бы, тоже дает советы. Мы прогнозируем и планируем летний период, соответственно, опять сборы, какие-то мелкие старты для того, чтобы понять форму нашего спортсмена. Влад, скажи, пожалуйста, есть любимые связки какие-то, которые ты чаще всего нарабатываешь и которые являются для тебя, ну, скажем так, тузом в рукаве против спортсмена? Да, есть. Ну, это руки и лоу-кик. Лоу-кик — это удар в ногу. Ну, и руками по корпусу. Насколько я знаю, на соревнованиях по кексинкай руками в голову запрещено работать, да? Так до сих пор и осталось все. Но, тем не менее, удар в голову, ногой — это решение многих проблем, насколько я знаю. Ну, вот один из поединков, финальный бой на международном турнире, опять же, с представителем, получилось так, в нашей школе, в Молдову Open кубок выступали, в Молдавии, да, и, соответственно, в финальный бой получилось так, что наши два спортсмена встретились в финале. То есть еще один представитель, он сейчас перешел в другую весовую категорию, в другой возраст. Также победитель у нас Кубка Европы он был, Пилатов Артем. Вот, и в финале они встретились, и противостояние было очень тяжелое. Ну, потому что спортсмены друг друга знают, да? Да, потом у них давно идет счет по победам, в течение двух лет они как бы встречались. Второе время опять ничья, взвешивание победителей не выявляет, и финальный, как бы, последнее время поединка, и Влад, как бы, набрав технические, как бы, моменты, попадает ударом ножницы, есть такие удары ножницы в голову, да, и, соответственно, держит на этом победу. Вот, как бы, и вот так вот, то, что он говорит, что у него коронка руки лох, и на самом деле, да, он базу нарабатывает на нижнем, среднем уровне, а потом уже, соответственно, раскидывается во время боя. С какого возраста разрешен контакт в Кекушин? Потому что знаю, что во многих стилях каратэ сейчас дети, по-моему, до 12, а то иногда и до 14 лет, там запрет контакта. По правилам Кекушинка, с 10 лет можно проводить учебно-тренировочные спарринги, проведение всяких мелких, скажем, турниров в рамках, как бы, учебно-тренировочных сборов. Соответственно, 12 лет официально у нас идет выступление, вот, но на международном уровне с 5 лет, то есть мир, Европа, Европа с 8 лет, мир с 5 лет, который проходит в Токио всегда, как бы, вот, рамки вот такие. Дома чем ты занимаешься, когда нет возможности пойти в зал? Я имею в виду в плане наработки каких-то технических связок, может быть, тамишевария или еще что-то? Нажимания делаю, приседаю, подъемы корпуса. То есть в основном ОФП у тебя? Ну да, силовые. Соседей стуком по поревлику нет? Не беспокоишь? Нет. Кстати, противостояние в команде, именно в команде вашего клуба, раз уж есть что-то личным встречам был, да, и финал достаточно был сложным, как общаются ребята друг с другом? Особенно, если один другому проиграл и проиграл в финале. Ну, я думаю, Влад сам ответил на этот вопрос. Ну, ничего, просто пожмем друг другу руки. Обида нет никакой? Там, зуб никто друг на друга не точит? Получается так, что они в течение, как бы, всего сезона вместе, везде на всех соревнованиях, на сборах, соответственно, проживают там в одной гостинице, в комнате, везде на мероприятиях. То есть они, ну, спортивные друзья, да, потому что территориально они живут в разных местах в городе, да, там разные школы посещают, но при том на тренировке с учетом пятиразового тренировочной недели, как бы у нас пять раз занятия в неделю, встречаются они часто. Соответственно, когда они на татами, это спортивный такой, скажем, поединок, о выявлении сильнейших на данный момент, кто лучше готов. То есть после того, как правильно сказал Влад, мы заканчиваем, пожимаем друг другу руки, потом еще шутят, и, соответственно, вот этот счет победа, на, я тебя сегодня чуть-чуть там выиграл, в следующий раз ты мне. Скажите, пожалуйста, Вячеслав, ну, вот на территории Подмосковья Насколько широко представлен стиль Кёкшенкай и другие регионы? Кто в основном конкурент на российских соревнованиях, на международных соревнованиях в том числе? Ну, по последнему сезону, как бы, Подмосковья в хорошей форме, довольно-таки много хороших бойцов, представляющих, есть и победители первенства мира Европы, и из нашего, как бы, зала есть победители, призеры Европы. Вот. По российскому масштабу, ну, из лидирующих позиций, это у нас Дальний Восток, Хабаровск, хорошо себя показывает Краснодарский край, также Московская область, Санкт-Петербург, крупные такие центры. Ну, скажем, еще... Кавказский регион как на счет Кёкшина? Представители Чечни очень ярко выступают, очень красочные бои, но в объеме все равно, как бы, наших бойцов побольше в рейтинге и побольше по результатам. А на международных турнирах кто в основном противостоит россиянам? Как японцы себя чувствуют на татаме? Потому что знаю, что родоначальники стиля в последнее время все больше и больше именно в плане спортивного карате, к сожалению, сдают позиции Европе. Ну, последний, как бы, международный турнир по взрослым, да, абсолютный чемпионат мира, который проводится раз в 4 года в Токио, показал, что первое место заняли представители Японии, вот, соответственно, вторым номером стал наш представитель Александр Еременко, очень сильный боец. И в восьмерку попали 5 наших бойцов из 8, что показывает, что Япония и Россия в последние годы очень сильно конкурируют. Ну, впрочем, это было, по-моему, по всем стилям, потому что и Дальний Восток, то, что рядом с Японией и возможность посещения технических семинаров и развития караты, в принципе, в России достаточно давно получил этот всплеск. Хорошо. Хорошо. Какие перспективы, вот, у 11-летнего бойца впереди, помимо чемпионата Европы во Франции, который, будем надеяться, состоится осенью, на что ты ориентируешься, занимаясь каратэ? Чего ты хочешь достичь? Есть верхушка айсберга? Ну, вообще, я хотел попробовать себя на чемпионате мира хоть раз. Что для этого нужно, тренер? Для этого нужно, во-первых, как бы попасть в рейтинг для участия в чемпионате мира. Он имеет в виду, что в абсолютном чемпионате мира он хотел бы себя попробовать, как взрослый боец в дальнейшем, преодолев всю вот эту возрастную, по всем возрастам из категории в категорию, побеждая, 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 и попасть как наши бойцы, представители, опять же, нашей школы из города Орехово-Зуево, Ашот Заринян, который в пятерку пятым стал на абсолютном чемпионате мира, в абсолютном чемпионате мира, при весе 80 килограмм, и показал хорошие результаты, получил приз за лучшую технику. И, в принципе, есть на кого равняться. Также с малых лет он трудился, занимался, показывал результаты, и Влад, соответственно, как бы смотрит на перспективу, что поэтапно от первенства мира, перейти к чемпионату мира, хочет связать свою, как бы, спортивную молодость именно с Кио Косинка и стать чемпионом. Хорошо, тогда такой вопрос. В чем ты себя ограничиваешь, занимаясь спортом, потому что все-таки спорт высоких достижений, а замахиваясь на абсолютный чемпионат, ты должен понимать, что это действительно люди, которые отдали спорту всю свою жизнь. В чем ты отказываешь себе сейчас, и в чем готов отказать в будущем? Ну, ни в чем. Хочу дальше заниматься. Нет, я имею в виду, там, какие-то жизненные моменты есть, поменьше погулять, побольше позаниматься в зале, или пока таких ограничений нет? Ну, еще я катаюсь на самокате трюковом в скейт-парке, но все равно больше времени уделяю каратэ. Ну, в 11 лет, наверное, странно, и напрасно будет спрашивать тебя, доводилось ли тебе на улице где-то применять свои умения против хулиганов, потому что знаю, что люди, которые занимаются единоборствами серьезно, они, наоборот, уходят от всех конфликтов в такой жизни. Но было ли это? Или в школе, может быть? Ну, в школе и на улице тоже было. Удалось за себя постоять? Да. Скрывает, но родители рассказывают, что на самом деле, да, не раз вызывали в школу, были противостояния, потому что, как правило, старшеклассники иногда задираются, но в любом случае, получивший объем тренировочных и спринговых, как бы тренировок на тренировке, не каждый спортсмен рвется, чтобы показать себя. Скорее понимает, даже ответственность за свои знания. Ответственность, да, потому что те же родители говорят, что, поддержав Макевару, своего сына, я почувствовал, как он бьет, представляю, что творится на татами. Поэтому мы тоже проводим беседу о том, что использовать нужно каратэ именно там, для чего мы это делаем, то есть на татами. Ну и в целях самозащиты, потому что в любом случае, это боевое искусство, умение постоять за себя, за своих близких. Поэтому некоторые моменты, они возникают в школе, его знают там, пока вот не лезет никто. Правильно, надо наказать, чтобы потом уже не было действительно других проблем. Скажите, пожалуйста, Вячеслав, насчет стоимости занятий, разные виды спорта требуют разных инвестиций. Я, конечно, понимаю, что с одной стороны купить кимоно и какую-то защиту, это, наверное, не так дорого. Но все равно хотелось бы, чтобы родители, которые нас слушают и, может быть, захотят в такую же секцию привезти своего ребенка, сейчас это узнали. Ну, на данный момент, на первом этапе тренировочной работы необходимо просто прийти в зал. Для этого нужно, соответственно, оплатить абонемент, стоимость 2000 рублей в месяц при пятиразовой тренировке по полтора часа. Для занятий из одежды не обязательно сразу покупать кимоно, достаточно шорт и футболочка. Занятие проходит на татаме в оборудованном зале. Это первый этап. Поэтапно через три месяца спортсмен созревает к тому, чтобы пройти первый коэффициентный экзамен. Соответственно, необходимо уже кимоно. И он сдает на первый Q. Для него это одиннадцатый Q, то есть белый пояс с оранжевой полоской, для того, чтобы начать свою ступень поэтапно, идти к своей заветной мечте, к черному поясу. И начинает аттестовываться. Экзамен тоже в районе абонемента месячного стоит. Соответственно, и шаг за шагом. Потом первое соревнование. Если это на местном уровне, соответственно, мы для своих детей проводим бесплатно. Если это куда-то выезжает, соответственно, дорога, проживание. А и взнос еще до участия. В принципе, по затратам, я считаю, что не такой большой расход по нашей жизни. Насколько родители вовлечены в процесс? Не только родители Владислава, но и ваших воспитанников. Ну, если брать Владислава, то родители изначально как бы очень опекают, заботятся, постоянно интересуются, постоянно в процессе. Папа даже индивидуально где-то там работает, там шумеет боксерскую подготовку. То есть работает. Мама строго следит за учебой, за здоровьем, за питанием, как положено, на все наставления тренера. Постоянно родители пытаются выезжать совместно на турниры, на все. И как бы болеть. Хочет Влад, не хочет. Это уже как бы на согласование. Большой объем времени не только родители, но и даже бабушка, дедушка, там, ну, как бы вот друзья, родственники, все задействуют, всегда все спрашивают, как выступил, как съездил. Все заинтересованы, как бы. Ну, я думаю, что эту поддержку он ощущает и всегда рад видеть рядом с собой любимых, родных людей. Что ж, ну, мне остается только пожелать успехов юному спортсмену и действительно надеяться, что вся ситуация, которая сейчас происходит в мире с коронавирусом, пойдет на спад и твой чемпионат Европы все равно состоится. И самое главное, чтобы действительно рядом были те люди, которые тебе помогут, в том числе и твой наставник. Спасибо за то, что нашли время с нами пообщаться. Я думаю, что многие сделали выводы, может быть, даже и в пользу, а уж ваши земляки так наверняка, те, кто не пришел, еще наверняка придут в спортивный парк «Атлант». Я напомню, что в студии «Радио 1» сегодня был 11-летний, участник теперь уже команды России по каратеке «Ксинкай» Владислав Ерофеев и его наставник Вячеслав Красавин. Спасибо. Успехов. Всего доброго. До свидания. Открытая студия Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова